Короче, ангуляр, он не заставляет тебя писать хорошо, очень легко выстрелить в ногу себе, в реакции чуть сложнее, в Велме практически невозможно. Купились на это, потом продали это нашим менеджерам, что это идеально. Ну, как-то они это, хотел сказать, схавали. Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Senior Software Blogger, и я продолжаю серию интервью, которые я взял на конференции READ 2018, и рядом со мной Виктор Русакович. Привет. Привет, спасибо, что согласился принять участие, так спонтанно. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Чем ты занимаешься? Ну, я разработчик, первый раз меня называют Senior, так, прилюдно. Лет... Ну, ладно, зайдем совсем далеко. Первая моя работа была, это, по-моему, в 16 лет я сделал какую-то верстку для какого-то сайта. Это уже было 14 лет назад. Получил свои 30 долларов. Вот, и, ну, с тех пор, наверное, началась моя жизнь разработчика. Вот, потом 16, где-то в 18 лет, когда я учился в колледже, я параллельно делал какие-то фриланс-проекты. Так продолжалось еще, не знаю, лет 5, может, 6. И последние 7 лет примерно я работаю в компании. Я из Минска. Минская компания GP Solutions. Занимается на... Ну, у него фокус на тревел-индустрию, всякие проекты для тревела, продукцию, аутсорс-проекты. И я там вот работаю последние 7 лет примерно. При этом первые несколько лет я занимался, ну, разными проектами в аутсорсе, то есть не связанные с продуктом компании. Пришел как PHP-разработчик, потому что у меня на тот момент был больше опыт фриланса именно в PHP, и тогда это было модно. Вот, ну, где-то в течение года-двух постепенно фокус начал смещаться на фронт-энд, тогда это называлось клиент-сайт, jQuery, все дела. И постепенно ушел полностью в фронт-энд, то есть PHP стало вообще ноль, ничего не оставалось. И последние 5 лет я работаю на компанию, ну, то есть внутри моей компании я работаю на их клиента. Это компания эстонская, которая занимается морским перевозком, и мы для них пишем всякие сайты, проекты, все связанные с, опять же, с тревелом, то есть у них есть корабли, и на эти корабли можно купить билеты, билеты, еду, можно зайти в приложение, которое мы писали, будучи на борту, которое работает в офлайне, и проверить, что у тебя там через час, например, будет еда, там через 3 часа будет какое-то представление, не опоздай. Ну, все вот в этой вот, в этом бизнесе как бы крутится. Хорошо. Примерно так. Смотри, ты говоришь, что ты уже, получается, профессионально работаешь 7 лет, около 7 лет, да? То есть, ну, можно сказать, и причем, что ты работаешь вроде как в одной и той же, то есть это клиент-сайт или фронт-энд, да? То есть можно сказать, что ты уже, у вас есть вообще какая-то разделение в компании на мид, сеньор? Ну, вроде как есть, но, знаешь, мы бэджиков, у нас нету таких, что вот идет джуниор, поздоровался с мидл-разработчиком и так далее. Как такового этого нет, просто, ну, со временем у тебя появляется чуть больше, как сказать, обязательств, наверное, То есть, например, в какой-то момент тебя начинают приглашать проводить интервью, в какой-то момент тебя начинают просить оценить какие-то проекты или помочь собрать какую-то команду. Ну, не то, что, знаешь, там собрать, вот Петя стоит, пьет кофе, вот Вася, вот взять их, а иногда это провести какие-нибудь там тренинги, выбрать людей, которые в лучшей степени себя проявили. То есть, такие, ну, как называют, софт-скиллы. Здорово, супер. Ну, я тогда могу сказать, что если, исходя из тех, как бы, обязанностей, которые у тебя есть, то это подходит под определение синьер-софтвер-инженер, так или иначе. Но у меня вопрос немножко другой. Ты помнишь, каким ты был джуниором? То есть, меня довольно много смотрят молодых ребят, джуниоров, и я стараюсь, как бы, для них такой набор инструментов, что ли, подготовить. А, инструменты, ну, инструменты за 10 лет очень сильно поменялись. Это больше, скорее, подходы. Да, подходы. Такие софт-скиллы, опять же. Ну, когда я занимался этим, ну, в принципе, я очень любопытный или любопытствующий, как правильно сказать. И меня всегда интересовало, ну, как сделать то или иное. То есть, я вначале сам часто придумал себе какие-то задачи. А потом, когда появлялись какие-то проекты уже, за деньги что-то делал, то у меня, ну, у меня никогда не было желания сделать что-то быстрое, дать в плане, ну, сделал деньги, до свидания. А сделать это аккуратно, то есть, если я вижу, что я могу попробовать еще что-то, которое напрямую не требуется задачей, ну, попробовать какую-нибудь там библиотеку новую или еще что-нибудь, что-то новое. Ну, вот я, грубо говоря, за деньги клиента учился, да. Ну, это нормально, они как бы про это не знали. Да, им все равно было главное, чтобы работа была. Да, им все равно, в принципе, можно, наверное, было бы, если я этого не сделал, я бы, наверное, сделал чуть быстрее, для них так как бы дешевле, но в конечном итоге это очень сильно влияет на твой рост. И, в принципе, вот эта любознательность, она, ну, я стараюсь ее сохранить, и иногда она очень сильно граничит уже с назойливостью. Но это уже больше, когда связано с общением с другими людьми, то есть, это, ну, я лично считаю таким плюсом, ну, который очень легко может перейти в минус, если не держать, не сдерживать себя, то есть, я очень всегда скрупулезен в каких-то вопросах и стараюсь, ну, не отпускаю человека, пока он мне не объяснит целиком свою задумку. У меня есть знакомый военный, который говорит, что нет людей, которые не понимают, есть люди, которые плохо объясняют. Да. Вот, то есть, я никогда не стесняюсь спрашивать вопросы, и я хочу сказать, это очень редкая черта характера, очень многие люди, разработчики в том числе, ну, часть всего это случается, когда обсуждение какого-то проекта идет, и они просто соглашаются со всем, ну, ты им объяснил дизайнер там, или кто производит демонстрацию, вот, нужно сделать так, так, а так. И все, все окей, мы все поняли, и начинается работа, и начинается поток писем просто огромный. А как сделать то, а как сделать это, а что имеется в виду? Ну, я никогда не стесняюсь это спросить прямо при всех, и обычно я, наверное, больше всех вопросов задаю. И это, ну, в конечном итоге это очень положительно сказывается на проектах всегда, то есть, если у вас есть какие-то проблемы, вы не понимаете чего-то, никогда не стесняйтесь спросить, кто бы перед вами не был, то есть, люди должны видеть, ваши коллеги, что вы интересуетесь проблемой, ну, и хотите ее понять. Ну, конечно, если это не вопросы совсем приземленные, которые не имеют отношения, ну, это со временем, все поймут. Мне кажется, на самом деле, корень зла, что ли, вот в такой, почему люди не спрашивают, не задают вопросы, потому что, когда ты задаешь какой-то вопрос, во-первых, когда ты действительно не понял, тебе очень сложно оценить это, как бы, простой вопрос или сложный, и когда ты боишься задать вопрос, ты, как бы, боишься себя показать уязвимым, то есть, то, что ты не понял, там, может быть, ты не такой умный в других глазах других. Ну, да. Да, и это может быть серьезным блоком, на самом деле, и я с тобой абсолютно согласен, что нужно этот блок перебарывать и, как бы, стараться задавать вопросы, когда не ясно, потому что в конечном итоге это помогает вам расти и помогает, собственно, делать более качественные продукты. Ну, безусловно, вот эта боязнь спросить что-то, потому что я покажусь глупым, а вдруг про это тоже сказали, ну, у меня ее нет. Я могу и глупый вопрос спросить, который 10 минут назад мы говорили, ну, ничего страшного. 10 раз спросишь глупый, а на 11 раз задашь вопрос, на который действительно нужно знать ответ, потому что он там позволит сократить какое-то время от разработки или понять, что непосредственно требует. Ну, конечно, 10 к 1 – это плохое сочетание. Хотя бы 1 к 1 иметь. Ну, на самом деле, даже 10 к 1, то есть нужно, я не знаю, если действительно непонятно, ну, понятно. Хорошо, слушай, ты на конференции выступаешь с докладом про ELM и даже будешь проводить воркшоп про ELM. Расскажи свой путь к функциональным языкам, то есть обычно же это как бы такая зараза, которая проникает в мозг функциональные языки. Функциональное программирование – это был очень интересный такой момент, я немножко пропущу с самого начала, когда я понял, расскажу про момент, когда я понял, что функциональное программирование – это не все так просто. Мы на тот момент уже год или два использовали RxJS, Reactive Extensions. Это, наверное, один из первых реактивных фреймворков для реактивного программирования в JavaScript. Один из первых, и такой очень подробный. И это был доклад, кстати, тоже в Москве, в Digital October. Это была jQuery конференция, и я туда попал, ну, казалось, да, где jQuery, 2014 год, где реактивный программирование. Ну, я смог зацепиться за то, что в RxJS был плагин, модуль, который позволял некоторые методы jQuery, типа, там, animate, fade-in, превратить в реактивные. То есть они позволяли встроиться в цепочку этих преобразований. Ну, и вот таким образом я зацепился за конференцию. И вот я рассказал про реактивное программирование, про то, что это парадигма, такое новое слово. Сейчас уже его больше использую, тогда это парадигма, что это. И один из вопросов был после доклада, правильно ли я понял, какой-то парень спрашивал, правильно ли я понял, что, чтобы начать писать, начать пользоваться реактивным программированием, нужно перестроить мозги. И это действительно так, это был очень такой показательный вопрос, что человек во время, ну, за доклад, понял, что это, ну, серьезная штука. И, ну, мне понравилось, что, я был доволен, что мне удалось вот донести вот эту основную идею, потому что все эти методы, библиотеки, это все наживное, это я спочитал. Вот. А как я в это попал, ну, я не скажу, что я, там, большой адепт языков, именно функциональных, типа, там, Haskell. Я, на самом деле, никогда на Haskell ничего не писал, когда хотел на Elixir что-то написать, Pad Project, но в итоге столкнулся с тем, что не хватило времени, написал быстренько на Node.js какой-то нужный сервер и забыл о той просьбе, о том желании. Вот. А так, в принципе, вот мы когда начали работать над эту морскую компанию, то у нас появилось реактивное программирование, оно безотрывно от функционального. То есть мы очень много использовали подходов в плане никаких иммутаций, изменений объектов, переменных, то есть если что, вот тебе новый объект. Очень много чистых функций, то есть функция, которая, будучи вызванной с определенным параметром, возвращается и каждый раз один и тот же результат. Есть еще такое модное слово, ну, как модное, математическая идемпотентность. То есть это, если два раза вызвать функцию с одними и теми же данными, она тебе вернет один и тот же результат. Да, очень можно козырять. Классное такое словечко. Вот это все про функциональное программирование, на мой взгляд. А как таковых языков я попробовал немного. Мы немножко писали на TLOGE, мы немножко писали на SCALA. У нас некоторые сервисы на ней написаны. И, ну, я не скажу, что я до конца понимаю вот этот вот подход, например, в ELMI, где проект целиком на нем будет написан сейчас. Там очень много возможностей получить один и тот же результат. То есть ты можешь использовать pattern matching, например, для того, чтобы развернуть какую-то переменную. А можешь использовать такой chain методы. То есть передаешь значение в один метод, он что-то с ним делает, потом во второй, в третий и так далее. И они как бы эквивалентны, возвращают один и тот же результат, но написаны настолько по-разному, что если незнакомый с этим языком программирования, человек посмотрит, он даже никогда не подумает, что это делает одно и то же. Смотри, я понимаю, что у тебя доклад был про ELMI. Сегодня ты уже рассказывал довольно много, но тем не менее у нас видео вместе не идут, совместно. Расскажи чуть-чуть подробнее, что за язык такой ELMI. Так, в краткий слов. Ну, вкратце, да, доклад был где-то минут, наверное, 40-45 и со слайдами. Здесь времени меньше, слайдов нет. У меня есть такой слайд, который говорит, что ELMI это не подход, это ELMI это язык. То есть вот сейчас в обфронтенде очень много фреймворков вокруг JS. То есть есть React с Redux, есть Angular, есть Vue, есть Ember, есть Backbone, где-то он же очень много всего. И некоторые из этих фреймворков, они навязывают какой-то подход. Ну, например, вот могу сказать React с Redux, что он не требует, но с ним легче работать, если ты будешь использовать функциональные подходы. То есть чистые функции, небольшие куски кода, которые делают там One Function, One Responsibility и все такое. А ELMI, он, это вообще язык, то есть у него есть строгие границы. Да. И это очень функциональные границы. И, например, вот одна из вещей, которая в ELMI прямо вот из коробки есть, это корирование. Точнее, не корирование, а partial applied function. То есть у тебя есть функция, которая есть, она принимает в себя два аргумента и возвращает там строчку какую-то тебе. Ты можешь создать какую-то переменную, значение которой будет эта функция и один аргумент. И все, у тебя как бы вот в JavaScript у тебя была бы какая-нибудь ошибка, что ты попытался вызвать функцию с одним аргументом. А в ELMI ты в результате получишь функцию, которая будет вызвана с одним аргументом. Но она еще не вызвана. А потом, когда ты вызовешь вот эту вот переменную, которая по сути является функцией с вызовом одной переменной, и добавишь сюда еще одну переменную, еще один аргумент, то получишь уже результат. И вот это очень необычно, потому что в джейсе, чтобы это получить, тебе пришлось бы использовать там какой-нибудь метод partial, там и slowdash, и vunderscore, по-моему, есть, и там байнды. Ну, с байндами это выглядело несколько более громоздко. Но тем не менее. Да, тем не менее это возможно получить, но ELMI позволяет сделать это прямо вот сейчас и здесь, и ничего не нужно. И плюс еще, это по сути такой язык, ну, грубо говоря, функциональный JavaScript с редаксом, так скажем. То есть в нем уже встроена вот эта архитектура по, ну, если говорить языком редакса, это state action reducer. И вот у тебя action вызывает редюсер, редюсер изменяет state, state попадает во view. Ну, так, откинем всякие там virtual DOM и прочее, вот такая структура. В ELMI то же самое, только там не action message, не state модель, и вместо редюсеров у них функция update, в которой ты обязан написать обработку для всех сообщений. Вот что еще мне нравится в ELMI, это типизация такая, которая идет очень, ну, как бы, не просто, что у тебя функция ждать number, ты передал строчку, и тебе компилятор ругается. Она еще работает на уровне, что у тебя, например, есть два типа сообщений. Ну, например, представим себе приложение, которое две кнопочки. Нажимаешь на одну, у тебя добавляется единичка, нажимаешь на вторую, отнимаешь. Очень частый пример, чтобы проверить язык или фреймбор. Вот, если ты случайно не опишешь код, который отвечает за нажатие на кнопочку минус один, то компилятор не скомпилирует твою программу, а скажет, у тебя не хватает еще одного, ну, action в плане редакса, терминологии редакса, либо у тебя не хватает месседжа, точнее, кейса для обработки месседжа с таким типом. И это очень удобно, потому что, ну, с примитивами это выглядит, ну, как, ну, не нужно. Ну, понятно, ничего-то не хватает, и это легко заметишь. Но если ты жонглируешь не простыми объектами, там, строчками, интеджа, а какими-то объектами, то Elm будет проверять, что во всех случаях у тебя возвращается объект того же типа. Ну, для него это, как бы, объект с тем же набором полей. То есть, если ты в каком-то свитч-кейсе, в каком-то из кейсов пропустил какое-то поле, то компилятор это заметит и скажет, вот, здесь не хватает какого-то поля. Это очень удобно. Слушай, я так понимаю, что вы сейчас переписываете, либо только начали, либо уже закончили переписывать довольно большое приложение на Elmi. Как вы продали вообще функциональный язык? То есть, нельзя же просто сказать, а мы все перепишем на Elmi. А что такое Elmi? А где программистов будем искать? Я про все это рассказал. Да, я понимаю. Я ссылку на доклад поставлю внизу. И там слайды есть очень веселые, с котиками. Как продалось? Ну, Elmi заявляет, одна из его, наверное, если выбрать, знаешь, как сейчас, можно там топ-3 каких-нибудь штук, лайфхаков и так далее. Ну, топ-1 вещь, которую Elmi, наверное, продает, ну, в плане продает менеджерам, которые дают добро на твою работу, это отсутствие рантайных ошибок. То есть, вся вот эта вот история с жесткой компиляцией, которая проверяет всевозможные кейсы, про которые ты даже мог и не подумать, она иногда избыточна, наверное, но в конечном итоге Elmi декларирует, что в документации где-то это есть, что когда ты напишешь приложение, у тебя никогда не будет ошибки в консоли, вот как мы часто можем видеть, что can it call property, get property of undefined, или там it's not an object, ну, что-то вот в таких духах. И все это мы как сейчас делаем? У нас есть Track.js, ну, и, наверное, у многих есть какие-нибудь сервисы, которые мониторят ошибки в пользовании, отправляют на сервер, ты в дэшборде видишь, сколько человек с ошибками. А здесь этого всего, ну, они обещают, что этого не будет, потому что на этапе компиляции, по крайней мере, вот тот бандл, который Elm тебе сгенерировал, внутри себя он будет работать идеально. Но, конечно, будут проблемы снаружи, потому что Elm не может существовать просто, ему уже нужны данные извне, и эти данные извне, они уже должны пройти через такие декодеры, да, декодеры, то есть у тебя есть, например, ты хочешь пообщаться со своим маленьким компонентом, и ты из Angular шлешь ему строчку, но это... Ну, или просто из приложения, не обязательно. Да, ну, или из приложения какого-то, ну, неважно. То есть тебе нужно внутрь своего компонента сообщить данные извне. Это может быть там JSON какой-нибудь, ответ от сервера, то есть то, что не существовало внутри приложения, то, про что компилятор не знал. И получается, что тебе нужно написать вот этот вот код, который будет превращать данные из типов в другом языке, ну, там, JS или там JSON, в типы внутри Elm. То есть такие кодеры. Или по обратной ситуации, когда тебе нужно отправить в Angular приложение, или в React приложение, в любое другое приложение, какой-нибудь объект или строчку, а нота у тебя внутри Elm существует в формате, ну, тип, там, строка, это Elm, и нужно переформатировать в обычный, и для этого есть энкодеры. И вот это одна из проблем, которая, ну, сложность, точнее, не проблема, сложность, что вот иногда эти методы, они очень громоздкие. То есть для строки, для строки это просто, а если у тебя объект, а если этот объект у тебя раньше, у тебя не было типов, и у тебя в объекте может отсутствовать какое-то свойство, а может, там, их два быть каких-то лишних, Elm такого не прокатит, ему нужно, что вот объект, у него такие-такие-то свойства. Четко описать. Да. Ну, тут спасают, ну, как спасают, они откладывают проблему всякие, типа, maybe-свойства, то есть свойство, оно, как бы, есть, но значение там может быть, может не быть. Ну, это такая чисто функциональная штука, ее в Scala очень много, там optional называется, но в Scala, например, она чуть легче ей пользуется, у каждого optional метода есть метод get. Ну, да, Scala, она, как бы, из Java, то есть там есть метод, как таковые, а в Elm скорее функции из библиотек, в которые ты отправляешь эти данные. Ну, такой, я думаю, вы, если посмотрите на код, вы поймете, что там просто, как бы, местами все перевернуто, а так, в принципе, один в один. Смотри, ты в своем докладе упомянул, что Elm сложный. Ты имеешь в виду, что сложный как язык или сложный, потому что голову надо перестроить? То есть концепция функционального программирования сложная? Ну, во-первых, концепция отличается, безусловно, но я не скажу, что Elm себя заставляет использовать все вот эти вот жесткие способы по, там, вот эти partial applied function, там очень сложные всякие маппинги бывают. Ты можешь все писать достаточно, ну, как вот привыкли в JavaScript, там, переменная, какая-нибудь, являясь результатом выполнения какой-нибудь функции. Получил переменную, потом еще раз переменную отправил какую-нибудь другую функцию. Можно это писать так вот. Ну, оно будет выглядеть несколько, ну, чуждо, может быть, в среде Elm, но будет работать и, в принципе, это допустимо. А сложен он, наверное, ну, если ты, конечно, захочешь прямо вот понять все примеры, которые на сайте Elm есть, либо все примеры, которые, там, to-do application, и несколько вариантов есть, то, да, нужно постараться, потому что, ну, тяжело это на пальцах показать, но это функциональное программирование, оно больше похоже иногда на какую-то математику. И особенно в Elm это часто можно увидеть, потому что там очень много, как сказать, операций, и если в JavaScript, я большинство из них имеют, точнее, не имеют, а представлены в виде словесных методов, там, что-то добавить, там, append, например, да, или, там, push, да, вот в массив ты можешь вставить элемент через, там, метод push, а в Elm для этого используется операция тоже типа push, но она представляет для себя два двоеточия подряд. То есть вот выглядит оно немножко странно, и, ну, это время на принятие новой синтеки, в принципе, оно с любым новым языком происходит. И, конечно, вот вы написали проект, все у вас готово, и кто-то ушел в отпуск или сменил компанию, или вам нужно больше рук, и найти Elm разработчика будет, ну, невозможно, готового, потому что все, кто есть, они, скорее всего, довольны тем, что у них происходит, а если они недовольны, вряд ли они придут к вам снова писать на Elm. Ясно. Вот, поэтому, чаще всего история, это выращивание кадров внутри, либо при найме проверяется просто адекватность человека, то, что он понимает функциональное программирование хотя бы на уровне, что данные иммутабельны, то есть нельзя переменную, которая определена вверху, изменить где-нибудь внизу. И если они работали с React с Redux, ну, можно по умолчанию их сразу брать, потому что они, в принципе, писали эти Pure Function, может где-то использовать, понимаете, Compose, что-нибудь такое. А если человек на Ramde писал, использовал все эти корирования, Compose, то прямо, если у него Ramde написано, и по телефону он знает пару функций, можно сразу вызвать, пока другие не позвали. Но Elm разработчика вы не найдете. Хорошо. А вы рассматривали такие альтернативы, как Reason, ML, Pure Screen? Как-ли-как-то. Я думаю, нет, их не рассматривали. Ну, почему? У нас скорее было обсуждение, вот, как это вообще происходило. Вот у нас есть проект, он 3 года писался, в нем, ну, если так сократить все, большая каша, архитектурно очень сложный, очень много взаимосвязей, там каплинг жесткий между компонентами, там, годобжики повсюду валяются, то есть даже не один годобжик, да, их много, и они еще между собой как-то общаются. Вот. И мы решили, что, точнее, я не принял решение там, я пришел в проект, когда он уже, ну, стадия принятия решения прошла, но, тем не менее, нужно переписывать все. И обсуждался React, но, как вот я у себя в докладе сказал, ну, React, он, скорее всего, бы заработало все так же, может быть, чуть быстрее бы даже написали. Но хотелось чего-то другого попробовать, был еще Vue, но нам он не очень понравился, потому что он как-то похож на Angular. Может быть, там, закидают камнями, скажут, да нет, это совсем другое, но, тем не менее, по синтексису очень похож. А синтексис нам не очень нравится, ну, как сказать, Angular нам не очень понравилось, потому что он очень классный, прорывной для своего времени, но все то количество магии, которое он себе несет, особенно первая ветка, которую мы использовали, она, ну, не очень... Короче, Angular, он не заставляет тебя писать хорошо, очень легко выстрелить в ногу себе. В React чуть сложнее, в Vuelmi практически невозможно. И вот, наверное, вот эта вот невозможность выстрелить себе в ногу, ну, а как следствие, стрельба по ногам, это что? Это рантайм, эксепшены, всякие ошибки. Вот мы продали, купились на это, потом продали это нашим менеджерам, что это идеально. Ну, как-то они это, хотел сказать, схавали, как-то они это поняли. Смотри, а как обстоят дела с тестами в Vuelmi, с юнит-тестированием? Ну, пишите тестами. Да, пишем, и, в принципе, это очень легко, потому что это очень функционально, функциональный, этипизированный язык, и наличие типов, оно, в принципе, позволяет исключить большое количество тестов. Ну, вот, например, у вас какой-нибудь метод, ну, условно, я в докладе сделал такой, а-ля фейковый метод, который называется addCalc, или calc, это не важно, он принимает в себя два аргумента, складывает их, и если у тебя вернулось там, если число больше нуля, он возвращает true, если меньше, то false. Ну, такой бесполезный метод, нужно для демонстрации свой, свой снизыка. И вот ты пишешь тест, что сложил 2 плюс 2, получил true, там, не знаю, минус 1 и минус 1, получил 0, и там что-то получилось. И ты потом так подумаешь, так, а как поведет моя программа, если я передам туда, например, 0, но в виде строки. Например, в JavaScript это прошло бы, ну, безболезненно. Да. Может быть, в TypeScript были бы с этим, конечно, проблемы, но у нас был TypeScript, и мы везде проставили, в конце концов, в Type Any, и, ну, это другая история, потому что нам надоели типы в TypeScript тем. Вот. А в Elm'е тебе ничего не получится, ты как только напишешь в тесте, передашь функцию, аргумент ненужного типа, ну, неожидаемого, тебе компилятор отвалится. И это, ну, как бы, бессмысленно писать такие тесты, которые покрываются возможностями типа. Да. Вот. И что в Elm'е еще прикольно, тебе не обязательно указывать все типы. То есть, если у тебя есть функция, в которой ты не указал вручную какие аргументы, каких типов она принимает, Elm, за счет какого-то анализа, он сам предполагает, что, например, в AdCalc'е ты где-то ее написал один раз, использовал, и передал тут два integer, и он такой, ага, тут integer, и тут integer. если пятью строчками ниже ты попробуешь вызвать эту функцию, но аргументы другого типа передашь, хотя ты не указывал вручную типы для этой функции, она скажет, извини, но я ожидал здесь там один тип, получил другой, и это очень, как это сказать, мило. Да, то есть он сам выводит тип из-за тебя, и потом... Да, он может, ты можешь, конечно, желательно, конечно, вручную это все указывать, потому что это хорошо работает в основном на примитивах, а когда уже какие-нибудь объекты межонглируешь, то лучше вручную говорить, описывать, во-первых, типы этих объектов, ну, то есть, у тебя есть объект, ну, из JS, если взять объект, и в нем такие-то филды, таких-то тип, строчки, number, integer и так далее, то лучше это указать, ну, заранее, чтобы, ну, наверное, так будет проще, если у тебя во многих местах это используется. Да, ну, если вот подытожить, то тесты писать очень легко, они, ну, как бы, не очень большие получаются, в плане, что очень большой количеств функционал, не нужно проверять, ну, всякие-то... Только бизнес-логику. ты проверяешь только бизнес-логику, и если ты все это делал на небольшие модули, небольшие функции, то и сами тесты будут достаточно короткие. Структура синтаксис тестов очень необычной, ну, как, в принципе, ELM, это язык, а не подход, а не фреймворк, но к этому можно привыкнуть, и он очень соотносится с тем, что мы привыкли. Есть какой-то блок а-ля before, и есть набор assertion-ов. В ELM, опять же, встроены готовые всякие assertion-ы, как для HTML, так и для обычных примитивных, что ожидается, true, либо false, либо еще что-то. Да, то есть у меня был давно, когда я еще писал на Ruby, на Ruby on Rails, такой твит, то есть люди, которые пишут на языках с динамической типизацией обречены создавать систему типов внутри своих юнит-тестов, то есть ты начинаешь проверять, а что если придет число, а что если придет строка, а что если придет ну, и вот это вот все, то есть получается у тебя тестов действительно в 50 раз больше, то есть такой неочевидный момент тебе кажется, что ты если начнешь писать типы, это типа потеря времени, но в итоге потом ты, во-первых, у тебя меньше ошибок, во-вторых, у тебя меньше тестов, а меньше тестов это меньше кода, который надо поддерживать. Ну да, да. Вот. И тоже такое маленькое отступление, вернуться к сложности ELMA. Я помню еще сам Эван Чаплики, по-моему, так он сам произносит свою фамилию. Раньше в ранних версиях ELMA можно было использовать Prime, то есть апостров такой, знаешь, одна черточка, две черточки в имени переменной. Потом они это убрали, они это убрали, мотивируя это тем, что это математикам это понятно, то есть типа там А штрих, вот, переменная, то есть у тебя была переменная А, ты ее хочешь модифицировать, переменная А штрих, и они это убрали, мотивируя тем, что они хотят сделать минимальный набор, как бы язык, очень маленький, и в итоге тебе надо выучить подходы, только функционального программирования, а это на самом деле не так сложно, то есть там тоже были статьи, когда они просто брали с буткемпа джаваскриптовых ребят, и за там за три месяца они писали уже в продакшен, ну, я не застиг ранних версий, я уже пришел, когда по-моему 18, ну 0.18 версия была, может быть 17 еще была, и там переходили как раз сейчас вроде бы 19 в какой-то альфе, или бета, то есть скоро возможно появится, там есть какие-то новые функции, улучшения, но я все равно считаю, что это сложно, даже для разработчиков уровня сеньор, особенно если им не пришлось столкнуться с функциональным программированием сферовой, то есть например взять вот джава-разработчика, который всю жизнь там в энтерпрайзе провел с этими классами, интерфейсами, абстрактными классами, скорее всего будет сложно, но фронтендерам чуть легче, потому что некоторые концепции им уже знакомы, опять же чистый функций, уже 20 раз нанесли это слово, ну конечно классный редакс наконец-то научил людей это все писать, и то, что люди постепенно поняли, что не очень хорошо мутировать переменные, пускай это для многих означает, что переменные вверху обозначены, а чуть ниже я не изменяю, но это конечно самый простой способ, в том числе нельзя изменять и объекты, то есть у тебя большой объект, в нем нельзя свойства изменить, ну, по подходу, по основной программе, нужно создать новый, и там уже, пожалуйста, используй любое переменное, люди постепенно, это разработчики принимают, впитывают, и возможно переход будет легче, но очень многие концепции не существует вообще в JavaScript, большую часть, наверное, можно получить, используя Ramda, но, опять же, она не очень популярна, к сожалению, но, как я и говорил, прежде, если человек работал на Ramda, то и пользовался ею больше, чем пятью функциями, которые она представляет, и этих функций нету в LowDash и Underscore, то есть он использовал действительно функциональные эти штучки, то ему в целом будет попроще. Супер. Слушай, у меня есть такой вопрос, который я всем задаю, он такой, который вообще никто не любит, но тем не менее, как ты видишь себя через пять лет? Это вопрос из разряда на собеседовании, я ни разу его не слышу на собеседовании. Ну да, то есть почему-то все думают, что его всегда задают на собеседовании, но его не всегда задают на собеседовании. Это как вопрос с этими, почему люки круглые, сколько шариков в футбольном, школьном автобусе помещается, кем я беру себя через пять лет? Хороший вопрос. Ну я, наверное, буду разработчиком все еще. Вот. Ну, надеюсь, уровень будет расти, возможно, появятся какие-то новые библиотеки и получится и на них еще подписать. Вот я не знаю, будет ли это JavaScript все еще, потому что... Ну хотя, если пять лет назад посмотреть, был JavaScript и вот пять лет прошло, я не скажу, что он кардинально изменился, ну да, его стало писать меньше кода, то есть можно выкинуть кофе-скрипт, error function, все дела. Возможно, я думаю, останется JavaScript, а может какой-нибудь другой скрипт, а может быть, введу в что-нибудь типизированное, потому что с типами работать все-таки прикольно, особенно если IDE-шка поддерживает, среда разработки поддерживает все эти типы, автокомплит, это, конечно, божественно, вот этого очень не хватает, когда уходил с PHP на JavaScript, все время нужно помнить, как же назывался этот метод, как это постоянно, ну функционально программирование все проще, нужно помнить, как называлась функция, а методов практически нет, в этом он, конечно, хороший, я не знаю, ну буду оставаться разработчиком, скорее всего. Хорошо. Ну все, у меня вопросы кончились, спасибо тебе за твое время. Спасибо. Наслаждайся остатками конференции, автопати. Сегодня я лечу домой. Хорошо. Спасибо. Пока-пока. Ну и вам спасибо, что смотрите, пока-пока. Пока-пока.